Ищет цель, обнаруживает, вот пошел на поражение Беспилотник перехвачен, пострадавших нет Все очень сильно испугались при большой взрыве Пойдем, братва, рубить укропов Ребята повоевали Река говна течет Надо было закрепить ютубом и заметить, заблокировать Выбирайте себе царя, свергайте президентов Это не Узбекистан, не Таджикистан, это Санкт-Петербург Бастрыкина, что ты сделаешь? Все можно пить отечественное Если тихо тянет на французское, значит проверься, что там с тобой не так Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова И вы на моем ютуб-канале Курбанова Лайф А это, конечно, свежий выпуск и разбир российской пропаганды И то, что они наговорили за парьбриком Вы же не забывайте, что мы с вами Найактивнейшие участники информационной войны И так-так, нам конче необходимо Отстреливаться от россиян и от их пропаганды Тоже не забывайте Лишите нам входу байк для поширения Всей зібрано информации И, конечно, подписывайтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф, аби знать больше И аби знать про все первым Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас, пару минут назад, был большой взрывот, который проснулось все село Там огонь, все проснулись Все очень сильно испугались про большой взрыв Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Есть быка в машине, пацаны! Есть быка в машине, пацаны! Есть быка в машине, пацаны! На предохранитель, брат, подставь! В машине, пацаны! А в машине, пацаны! А в машине, пацаны! Знаешь, честно говоря, мне даже не приходит в голову, что сказать, у меня одни эмоции. Это такие потрясающие люди, настоящие воины, и я ужасно вами горжусь. Мне очень приятно, что вы приняли нас сегодня. Вы очень крутые, храни вас Бог, и мы приехали, чтобы показать, что вы не одни, и что вся Россия с вами, и артисты, и очень многие люди искренне хотят приехать и лично поддержать, обняв вас, посмотрев вам в глаза, и так вот обнять вас душой, лично прибыв сюда, в Зоносе. Спасибо большое. Мурашки, вот все. Это от встречи? Да, 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 я в таком, по таким впечатлениям. Вы очень крутые, спасибо вам за то, что вы делаете. Дайте, обнимаю, вот прям руками. Ой, крепко как, спасибо. Наша страна почистит себя от всех предателей. Конечно, я никогда в жизни не подам им руки, никогда не поздороваюсь. Если они вернутся сюда, я не знаю, если найдутся такие россияне, которые смогут пойти на их концерты. Это предательство в таких ситуациях, когда война. Заработали деньги в России, сделали свое состояние и славу, и популярность. Они даже ни одного слова не сказали в поддержку и хотя бы посочувствовали, да? Сегодня отсеяться все негодяи, все предатели. Они будут там, где они должны быть. Наступное видео, особисто для меня, одно из самых крутых за последний час. Фавориты. Я бы их так, забрала в окремую коллекцию, в таку собі электронную кунсткамеру. Потому что иногда, здаясь, что все найкраще, все найкрутее, уже ними сказано. Дно пробито, але вони, здаясь, будуют собі якийсь подземный бункер на багато-багато поверхів, пробиваючи шар за шаром. Одним словом, такого не очікували навіть мы. Российская пропаганда в ударе. Сегодня в нескольких российских регионах всю ночь работали системы ПВО. Больше 20 украинских дронов сбиты в Брянской области. Еще свыше 30 в Белгородской. Там пострадала женщина. В Курской ранены три мирных жителей. А это, как пишут телеграм-каналы, кадры из Рязани. Четко сработали расчеты ПВО. Беспилотник перехвачен. Пострадавших нет. ПО. Благодаря. 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 Спасибо за просмотр! Интересы России, интересы Чеченской Республики, интересы человека, свобода слова – они сразу разблокируют. А тех шайтанов, которые ведут людей в заблуждение, хаос – они поддерживают их. Их всегда поднимают хайпы. Поэтому давно надо блокировать, незамедленно заблокировать. Все американские сайты или каналы надо заблокировать. Я думаю, свои должны быть, каналы свои должны быть, сайты свои должны быть, ситы должны быть, чтобы пользовались и были интересны. И все. Саламу алейкум. Но мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя. И последние его слова были – пойдем, братва, рубить укропов. Вот это надо запретить. Импортный алкоголь весь надо исключить. Коньяк вообще надо убирать. То, что сейчас пытается – это все эти импортные шмурдяк. Все эти вискари, коньяки – все можно пить отечественное. Если тянет на французское, значит, проверься, что там с тобой не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове вместо того, чтобы наше отечественное пить. Алкоголь это зло, алкоголь это яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере не предавай родину. И если на своих своих пропагандистских каналах они еще намагаются как-то структурувать те, что они рассказывают, намагаются дотриматься принаймні видимых ознак журналістики, то их социальные мережи – это, как правило, как раз в окно в истину, в правду. Те, чего они никогда не показывают на их каналах, обовязково мы находим в их социальных мережах. Взагалі, росіяни, які все фильмують, снимают и ведут свои сторінки – это как агенти Киева, которые бесконечно нам показывают, что мы все делаем правильно, что война отображается и на жизни звичайного недорогого росіянина. Про будни, про те, что они переживают, что из них сталося, что взагалі они выкладывают и чем делятся у своих социальных мережах – подивимось далее. Это Санкт-Петербург. Приехали смотреть жилье. Ну, не оруй. Какая здесь площадка? Мечети не хватает. Вообще просто. И там дальше. Ты сколько здесь вообще? Куда? Куда? Это не Узбекистан и не Таджикистан, это Санкт-Петербург. Понимаете вообще, что творится? А если ты будешь хамить, тебя Бастрыкин завтра же из страны выдворит. Кто твою Бастрыкина? Понял? Еще раз скажи. Бастрыкина, что ты сделаешь? Делай. Вместе с тобой шлюх. А это, короче, у нас СВОшники в банк приехали. Вот так вот. Ребята повоевали и приехали в банк. И вот это место, то, что вы требуете, и в том числе президент, это требует защиты танка. То есть здесь идет подготовка танка к боевому применению, боевую задачу. Вот курсы вождения танка, да, полностью. Вождение раз, стрельба два. Стрельба два. И плюс еще техническая подготовка. Представлены FPV-дроны, классы Камиказы и также несколько экземпляров со сбросами. Индивидуальным рэбом вы учите пользоваться? Да. То есть у вас входит в программу, тоже обязательно индивидуальный рэб. Вот, товарищ Министер, он пошел на цель, ищет цель, обнаруживает, вот пошел на поражение. Хорошо управление. Здесь находится командный пункт командира роты. Управление осуществляется дистанционно. Все выводится на экран. Танк ведет работа в закрытых огневых позициях. Три. Гром. По всем параметрам. Горобка один, коробка три, гром. Крупное оружие. Артиллеристы, очень порочные факторы. БПЛА и командирские бойцы. Это то, что видит командир миномета. То есть в автоматическом режиме оператор засекает цель, и в автоматическом режиме ему приходит цель на планшет. Соответственно, координаты высвечиваются здесь. То есть автоматизация процесса управления повышается в разы. Волга. Расход половина нормы. Цель 101. Товарищ министр обороны, младший сержант Ивашуров, для награждения прибыл. Служу России. Товарищ министр обороны, сержант Зуев. Служу России. Служу России. Я инструктор по тактической медицине. То есть я полтора года был на Донецком направлении. Получил ранения. И меня перевели в Ленинградский военный обороны, откуда я улыбнул уже во вторую командировку. Также выполнял задачи, связанные с оказанием первой довраченной медициной помощи. Вы расскажите о себе. Товарищ министр обороны, я из Белгородской области. Дедушка у меня воевал в Великой Отечественной войне. Я решил пойти по его стопам. Я молодой контракт. Заключил контракт с целью... Первый контракт, да, у вас? Так точно. С целью убытия на СОО. Защищать Родину. Еще пока не были? Пока проходите. Никак нет. Техники. Байки, мотоциклы, квадроциклы. Будут ли какие-то обучения проводить на данных водителей? Будут. И сейчас основная задача как раз в центрах подготовки создать курсы подготовки по баги. В первую очередь баги. Баги, квадроциклы. Управление, кроме беспилотников, еще наземное дело. Потому что они очень востребованы для доставки боеприпасов, и продовольствия, и эвакуации раненых. Света, поаплодируй. Светочка, ты супер! Багиня. АПЛОДИСМЕНТЫ НЕСНОСТРА БРАИЛС БРАИЛС АПЛОДИСМЕНСЯ БРАИЛС БРАИЛС И-О-С-С-ТО! Корр! ГРОИЛС Нормально. ГРОИЛС Аллах ГРОИЛС Запах непередаваемый По всей улице Вот уже больше месяца, а так с периодичностью больше пяти лет это происходит Это реально канализация Отряды Путина Посовещались между собой, поговорили и мы решили дать совет американцам Америка вас спасет, только монархия Выбирайте себе царя, свергайте президентов и начинайте строить новую жизнь Но не созрели вы для настоящей демократии Опутали весь мир своими долларами Что вы только творите, это вообще невыносимо Невыносимо Ваши подлые капиталисты пиратствуют по всему миру Прикрываясь вашей инфраструктурой Мы, россияне, живем при демокрации Американцы не могут Американцы, то, что у вас сейчас происходит, это позор на весь мир Только монархия Что может быть прекрасней солнечной погоды Хорошего настроения Чего и вам желаю И на финал незайвым будет вам нагадать, что для нас, друзья, украй важливо, звісно, терражувати всю правду Іронию над росіянами І, звісно ж, те, в чому вони, як і завжди, збрехали А в решті вони, як відомо, кожен раз, коли роблять вдох і видох Тож, не забудьте вважати нам в подобайку, аби це відео побачило якомога більше людей І, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф Чим більшою буде армія наших однодумців Тим гучніше лонатиме українська, правда, українські наративи Ну, і, звісно, тим важче росіянам буде продовжувати сипати своє іпсо проти нас і їхню пропаганду Не забувайте коментувати абсолютно все, що ви почули і побачили Як і завжди, хоч побачите ваш розбір улюблених фрагментів Бо ми працюємо ще й для того, аби трошки підіймати вам настрій Це під час війни ніколи не буває зайвим Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі! Дякую!